Жители Коми делятся своими новостями в интернете, публикуют фотографии, видеозаписи. О весенних невзгодах говорят. Мол, кому-то ходить приходится по колено в воде, а кому-то шапок снежных остерегаться. Об этом мы узнали из соцсетей. О чем в эти дни, говорит вся республика. Подробнее расскажет моя коллега Виктория Денисова. Спасибо, Евгений. Пожалуй, снежными шапками и глыбами льда, которые будто бы вот-вот упадут с крыши здания, уже никого не удивишь. Подобные жалобы от жителей республики появляются в сети ежедневно. Вот только похоже, теперь это не единственная проблема. Житель Сыктывкара поделился фотографиями, на которых пострадала его машина. Нет, не от снега. На сей раз обрушился шифер. Обломки пробили корпус автомобиля. И новость эта, увы, не единственная. Похожая ситуация случилась и на улице Димитрова в столице Коми. Крышу одного из зданий почистили коммунальщики. Да так, что после местные в куче снега заприметили тот же шифер. Видать, перестарались. А где-то и вовсе сами горожане вынуждены наводить порядок. В сети появились фотографии, на которых женщина, судя по всему, так и не дождалась помощи от управляющей компании. Пришлось взять дело в свои руки. На кадрах она разгребает снег лопатой. Между тем, жители заречных поселков бьют тревогу. Дорога до Сыктывкара превратилась в испытание. Местные пишут, мол, ходить приходится по колено в воде. И при этом отмечают, что ликвидировать неудобства обещали до 27 марта. Угнал машину, чтобы ее заправить один из жителей Ухты. История об этом появилась в сети. Как оказалось, мужчина приехал в город на автомобиле своего друга. Компания припарковала транспорт у местного вокзала. Тогда же ее владелец сел на пояс и отбыл по своим делам, как указано в публикации. А приятелям наказал. На машине не ездите. Вот только те, в свою очередь, обещания сдержать не смогли. Денег на гостиницу у них не было, а потому остались они в машине. Двигатель иномарки не глушили, дабы обогревать салон. Вот только ночью заприметили. Бензин заканчивается. Тогда-то они и решили проехать по улицам, дослить топливо из чужих машин. Так их и задержали полицейские. Ну а мы ждем ваших сообщений в группе телеканала Юрган ВКонтакте, чтобы поделиться ими со всей республикой. Евгений, передаю вам слово.